Приветствую вас, давайте попробуем разобраться с тем, что вы написали. Значит, несколько лет назад мы переехали с квартиры на землю, после чего я буквально в течение недели начала встречаться с соседской мальчишкой. Мы встречались в 5 лет, всё было хорошо. Родители всего из моей страны были только за. Ну, что я могу сказать, вот по этому обрывку, хотя бы, да, уже, что, во-первых, у вас есть мы. То есть мы переехали, у вас нет я переехала, у вас есть мы. То есть кто мы и почему мы, да, это первое. Дальше, второй момент заключается в том, что вы говорите, родители и с его, и с моей стороны были только за. То есть мнение родителей очень важно для вас и для него, вероятно. Ну, я не знаю, насколько для него, но для вас точно. Соответственно, возникает вопрос, почему то, что касается ваших отношений, то, что касается вас двоих, одобряет родители? Почему так происходит? Понимаете ли вы, что это, ну, не совсем правильно? Потому что сегодня родители могут одобрять, а завтра они могут не одобрять и так далее. То есть что решали, вы-то сами что решаете или решали. Понимаете, да? Вот. И отсюда я могу сделать вывод, что вы, вероятно, не совсем самостоятельны, как это видится мне. То есть, ну, у вас могут быть проблемы с самостоятельностью. То есть, либо здесь неуверенность в себе, либо здесь страх перед чем-то, может быть, перед гневом тех же родителей и так далее. Ну, я полагаю, что с этим тоже нужно разбираться, откуда такая позиция. То есть, пока родители ваши, это ключевой момент. Дальше. Как у нас зашла тема насчет ребенка, зашлить на том, что мы его оба хотим и перешли к процессу? Интересно, как у вас зашла тема ребенка, да? Особенно, если учесть, что вы не создали семью. То есть, ну, не подвинились. Здесь у меня к вам, соответственно, такой вопрос. Зачем ребенок? Вам зачем ребенок? Ему зачем ребенок? Если вы не подвинились еще. И если у вас, как я понял, нет, ну, не было совместной жилплощади. Вот. Ну, то есть, вашей общей жилплощади. Вот. То есть, конечно, конечно, можно, можно было бы этот вопрос как-то решить можно было бы, но вопрос включается в том, хотели ли вы это решать? Да? Непонятно. Дальше, значит, у нас ничего не получалось, но мы не отчаянились, а решили просто, значит, еще не время, а смирились, нет, значит, нет. Откуда такая серьезная потребность в том, чтобы был ребенок? Один из вечеров у нас обернулся секс, что вышел чисто случайно, после всего произошедшего, он мне уверенно сказал, что у нас будет ребенок, и что это точно. Он, откуда он мог это знать, и понимали, понимаете ли вы сами, о чем говорит данная ситуация? То есть, понимаете ли вы, что тот факт, что у вас не получалось дощать ребенка, говорит о том, что вы были напряжены, ну, то есть, вы не могли расслабиться. А это означает, что интенсивно, интуитивно вы чувствовали вероятно, что что-то не так, что, ну, что-то не так, не спокойно себя чувствовали вы. Но я по-прежнему не понимаю, зачем вам ребенок, для чего он вам, ну, с какой целью, почему, откуда такое стремление зачать ребенка. Особенно, если вы еще, как я сказал, да, не, ну, не создали семью. Понимаете? Вот. Далее. Ну, что он сказал, что у нас будет ребенок, и это точно. Откуда он это мог знать, непонятно. Я была в шоке, стала плакать, потому что уже не строила себя на то, что если, уже настроила себя на то, что если не получилось, то лучше пока не стоит. Опять же, непонятно, вы хотели ребенка, теперь вы смирились. А почему вы смирились, почему не проверились у врачей, не посмотрели, что мешает вам? Как-то вот непонятно, цель и мотивация здесь ваш, вас обоих. Выбор был небольшой, потому что по состоянию здоровья, поэтому по состоянию здоровья пришлось сражаться. Опять же, непонятно. Если вы по состоянию здоровья не можете сделать аборт, то тем более, тогда не стоило торопиться с рождением ребенка. Зачем? Такая ответственность, если, еще раз повторю, у вас даже не было своей семьи и своей отдельной жилплощади. Значит, далее. Получается, что ваш молодой человек был прав, и действительно вы забеременели. Тут тоже немного странно. Откуда он знал? Своим родителям сказалось сразу, они были очень рады. Почему вы сказали сразу, зачем вы сказали сразу. А вот папаша не торопился этого сделать. Смотрите, вы здесь пишите очень принявительно про своего молодого человека. Папаша. А потом и вовсе сбежал, так и не сказав родителям ничего. Почему вы считаете, что все нужно рассказывать родителям? Вот почему вы считаете, что они должны быть в курсе всего? Это ваша жизнь, может быть, тому и ваш молодой человек избежал, ну от счастья, по крайней мере, что его напрягал тот тот факт, что вы все рассказываете родителям. То есть, далеко не все люди, ну, как-то склонны это делать, и не все люди считают это правильным. До конца личную жизнь и тайну личной жизни никто не отменял. Вот. То есть, на мой взгляд, здесь вот, нужно тоже этот момент обязательно выяснить, почему так произошло и почему так случилось. Далее, вы пишите, что ваш парень сбежал от вас, да? То есть, ну, он не торопился, не торопился рассказывать родителям, вот, значит, они спрашивали у него про вас, он им сказал, что ничего не знает про беременность. Ну вот, здесь, здесь, помимо того, что молодой человек сбежал, здесь прослеживается и вот такой бунт против присутствия родителей в его жизни, что явно ему не нравилось. Так, значит, он сказал, что ничего не знает. В итоге, перед самыми родами, мы, ну, встретились, поговорили, он признался, что любит, на следующий день родила ему сына, он был безумно рад. Ну, вот, понимаете, какая история, да? То есть, вы, ну, довольно большой срок не видели. Перед родами вы поговорили, встретились, поговорили, он признался, что любит, вы ему поверили. Далее вы говорите, на следующий день родила ему сына. Почему ему вы родили сына? Вот, что вы вкладываете в эту формулировку ему? Он вообще не был с вами во время беременности, он сбежал. Почему вы поверили мужчине, да? Почему вы поверили ему? Поверили ему, его словам, там, и так далее. Для меня загадка, опять же. А вот. И как загадка в том, что вы сказали, вот, написали, точнее, написали, что родили ему сына. Вы, ему, не ему родили сына, понимаете? Вы родили, потому что у вас выбора нет. Не было выбора по состоянию здоровья. Вы родили, потому что хотели этого, вы хотели, не он, вы хотели. Его, то, что он хотел, это вообще абсолютно другая история совсем. Вот. Понимаете? То есть, меня смущает вот эта вот фраза, что вы родили ему. Вот. Такое впечатление, что, как бы, ну, опять, бег от ответственности имеет место быть. Понимаете? То есть, я родила ему, а, типа, я вообще, ну, ничего не хотел. Изначально. Он был безумно рад, затем, узнала его сестра, и тут началось, она стала на меня очисток ругаться, почему? Я ей все не рассказала, что если нужна помощь, не молчи, говори. Я ей рассказала все, как есть, что, зачем и почему. А что именно вы рассказали? Что, зачем и почему? Какое имеет отношение его сестра ко всему этому? Для чего вы рассказали сестре? Понимаете? Зачем? Это посторонний человек. Чужой, можно сказать, человек. Через пару дней, случайно пересеклись с его мамой в магазине. Она сказала, хватит играться, давай переезжай к нам. Значит, долго все решая, все же через месяц съехали. Ну, то есть, понимаете, мама молодого человека выступила инициатором того, чтобы вы съехали. Не молодой человек сам, а мама. Почему мама? Вы пишите, долго все решая. Кто решал этот вопрос? Кто именно решал? Вот должен был решать это все, молодой человек. Ну, по идее. Могли решить вы с ним вместе. Вдвоем. Могли. Но не мама. Никакой мамы здесь не давно было быть. Было все хорошо, но только поначалу. Потом поругались очень сильно, и он попытался меня ударить. Как бы, из-за чего поругать? Что стало причиной ссоры? Непонятно, непонятно здесь. Значит, он попытался меня ударить, вместо этого попал ребенку. Молчу было на тот момент три месяца. Я не ожидал от него такого. Ну, то есть, здесь вы пребываете в шоке и в некой такой идеализации своего молодого человека. Надо сказать, что, действительно, идеализация у вас довольно сильная, потому что, ну, весь срок беременности мужчина с вами не был. Ну, а потом непонятно, как вы его простили, непонятно, почему поверили ему. Вот. И, соответственно, опять же, съезжаете с ним, да, опять же, на территории его родителей. Совершенно непонятно, почему. Вопрос при этом решает он, ой, то есть, его мама, а не он сам. Ну, то есть, мягко говоря, это всё как-то вызывает больше вопросов, на самом деле. Именно, к молодому человеку. И к вам. Именно. Да? Значит. Дальше идем. Следующий важный момент. Значит. Так. Сейчас. Секундочку. Секундочку. Так. Значит, вместо меня, так, я не ожидал, а после чего сказал и ухожу от него навсегда. После чего, вот тоже, да, ухожу от него навсегда. То есть, вот, ну, зачем такая, я бы сказал даже, эпопразность, да, эпопразность. Ухожу от тебя навсегда. Вот, ну, зачем вы так сказали? Далее. Вы пишете, что зачем-то позвонили свекрови, рассказали ей всё. Опять же, непонятно, при чём здесь свекровь, если это ваша жизнь. А, уехала к сестре, значит, успокоиться, выходные, пришла забрать вещи. То есть, почему-то вы даже не дали шанса своему молодому человеку как-то извиниться и справиться, или что-то в этом роде. Откуда такая решительность? То есть, ну, да, это очень ужасно, но, тем не менее, я ведь не просто так спросил про причины ссоры. Может быть, ссора была такая, что молодого человека это вывело из себя в состоянии объекта, он, ну, брат, не отдавал себе отчёты в том, что делал. Но, в любом случае, как-то очень решительно вы действуете. Значит, после чего услышала куча грязи в своей стороне, как оказалось, что это вообще не их внук, чей внук? От кого услышали кучу грязи? А, какая разница? Какая разница? Кто эту грязь говорит? У вас отношение с мужчиной? Я смирилась со всем происходящим, поревела немного и посвятила себя ребёнку, через пару дней узнала, что всё это устроила сестра и сейчас она много беременна. А смирились вы с чем именно? Конкретно. А, значит. Откуда вы узнали, что эта сестрация устроена? Опять же, вы говорите, насколько я знаю, моя свекровь была против её самодельства, её второго и третьего ребёнка. Какая разница? Была свекровь против, не была свекровь против. Вы поймите, что у вас слишком много третьих лиц в отношениях. Вы со своим мужчиной, прежде чем рожать ребёнка, не озаботились личными границами, которые необходимы для вашей семьи и для ребёнка. Ага, ну, вошло. Да-да-да. Вот. Значит. Далее идём. Ага, значит. Так. Дальше. Ага, свекровь пару дней писала мне сообщение, значит, зачем я так поступила. То есть, понимаете, у вас опять вот эти вот какие-то непонятные идут контакты с третьими лицами. Абсолютно личные здесь. То, что я вижу, это то, что вы многое в себе подавляете. Из чего я делаю вывод, что вы довольно робкий, может быть мягкий и излишне мягкий человек. Следствие чего люди этим пользуются и вами их помыкают. Далее. Сейчас малышу полтора года у нас всё хорошо. Ну, объявился его папа. И я осознаюсь, что я его очень люблю и из него не могу. Ну, вот смотрите. Если вы его любите, то как эта любовь проявляется? То есть, вы его любите и вы чего хотите от него. То есть, чего вы для него желаете, если любите. Далее. Вы не можете без него. Что это значит? То есть, как проявляется то, что вы без него не можете, почему без него вы не можете. В чём вы нуждаетесь в нём, в чём вы нуждаетесь в его контексте. Ну, вот. Понимаете? Это такой момент. Дальше идём. Значит, сейчас общаемся, когда выходит курить, звонить, выхожу к нему. То есть, вы, по сути, встречаетесь тайком от родителей. Значит, можем часами сидеть и сговаривать ни о чём, как раньше. Почему вы не оставляете ребёнка одного? Перестраховываетесь и одного не оставляете никогда. Из-за чего? С чем это связано? Почему вы его никогда не оставляете? Ребёнка нужно оставлять одного. Понимаю, что привыкаю к нему, но мы точно решили, что только общение, ничего больше. Чем обусловлено ваше привыкание к нему? Буквально вчера признался до с пор нас очень любить, не может без нас и поцеловал. Что мне делать? Нужно, чтобы мужчина взял ситуацию под свой личный контроль. То есть, все вот эти вот, что люблю его, все вот эти вот поцелуи, это всё очень здорово, но... К вам это отношение никакого не имеет. Либо мужчина берёт ответственность за вас и начинает, значит, что-то делать. всё так и остаётся. То есть, ну, я имею в виду, всё так и остаётся, планетал, что вы скрываетесь. Хотите вы скрываться или нет? Ну, я полагаю, что для ребёнка и для вас скрываться, это очень вредно. Я рекомендую вам свои нервы не припадать. То есть, вам нужно мужчину поставить предфакт. Если нас любишь и не можешь без нас, что делать будешь для того, чтобы мы опять были вместе? Вот и всё. Вот и всё. Потому что пока мужчина доверие никакого не внушает. Вот. Вот и всё, что вам делать в этом случае. Ну и помните о... Помните о... Модели... Своего... Женского поведения. То есть, если вы... Ну, считаете, что мужчина... Ведущий в отношениях, то, соответственно, нужно, чтобы он взял ситуацию в свои руки. Вот. Нужно, чтобы он решился наконец на какие-то шаги, потому что до сих пор эти шаги делала только его семья. Сестра, мама, но ни в коем случае не он сам. И либо он что-то решает, либо всё так и остаётся. Как сейчас. Ну и в этом случае я ни в коем случае не рекомендую вам быть с ним, а выстраивать свою собственную жизнь. Вот. С другой стороны, если вас устраивают такие отношения, где вы в роли, ага, ну такой вот, такой, знаете, девушки на случай, да, то это, опять же, ваш выбор. Вот. Вот так. Так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!